Всем привет! Сегодня хочу снять очень короткое видео, как взять кровь у коз. Хочу взять у двоих животных с разным психическим потенциалом. У козла, несмотря на то, что он производитель, но он спокойный сам по себе, флегматичный. И у козы буйный. В принципе, техника взятия крови у коз такая же, как у телят, ну или там, как у коров. У коз можно взять, нужно брать из еремной вены кровь и у овец тоже. Но факт сложности взятия крови у коз и овец, ну допустим, ладно, у коз состоит в том, что они очень умные и очень изворотливые. Они постоянно передвигаются, допустим, в отличие от коров. У коров можно взять все, что угодно, поверьте. Козы, они очень прыткие, они вот так раз и прыжком как бы, ну вот, тяжеловато. Легче брать у коз кровь лежа, то есть уложить ее и вот взять просто лежа. Сейчас мы попробуем взять стоя. Так, конечно, намного сложнее, я считаю просто. Но они очень изворотливые. А так техника, в принципе, одна. Сейчас, допустим, у козла вообще вены не видно, она даже очень плохо прощупывается, потому что у него, ну, нарастает, получается, шерсть. Шкура очень толстая, зимняя. Сейчас я побрею и покажу, где должна быть вена, то есть где брать. И каким способом, допустим. Ну, у лошади одна техника, у кошек и собак другая техника вкалывания иглы. У коров вообще совершенно другая техника. А все потому, что у всех этих животных разная толщина кожи, толщина стенки сосуда. Ну, и вообще психика у животных разная. То есть у кого надо быстро, у кого помедленнее. Ну, и вообще ширина даже сама вены разная. Вот, ну, в общем-то, начнем. Начнем вот с козла. Он, в принципе, всегда был очень спокойный. Сначала побрею. Как вытащить? Вот так поднять, что ли? Да, я вот. А вообще кровь мне будет взять тяжело, потому что Саша снимает, а мне бы нужен помощник. Вот, так что посмотрим, что из этого выйдет. Очень активные козы, вообще невозможно просто совладать, серьезно. А вот, вот место, где нужно взять кровь. Вот она. Еще уши мешают у нудок. Вот, вот здесь место, вот оно. Можно брать хоть с одной, хоть с другой стороны. Да, стой, стой. Все, пошел. Так, побрили мы товарища. А что хочу сказать. Лучше эту манипуляцию делать, наверное, лежа. Или с хорошим, говорю, помощником, там, в станке или так далее. Просто, ну, нереально. Одно это сделать, это невозможно одно сделать. Саша вот. Потому что он вот такой любопытный. Вот он, что вот. Мне кажется, ему будет все равно, что я там делаю с его веной. Но у него любопытство, серьезное. Вот. Вот, сбритое место. Так, подержи. Что мы делаем сейчас? А, ну, сейчас я покажу. А, я сейчас покажу место вены. Вот специально мы сбрили место. Ну, стой, ну, ничего не делаю. Вот. Похоже на... Ну, у лошадей, у овец и у коров везде одно и то же место. Специально сбрили, чтобы было понятно. Вот шея. Вот мышцы сверху. Здесь трахеи проходят. Вот так, если пощупать, вот тут вот идет трахея. И левее от трахеи будет еремная вена. Сейчас я натяну поводок, и будет ее видно. Так ее легко найти. Вот она. Ну-ка. Вот она. О, видно? Вот она. О. Ага, в душ. Вот она. То есть вы натягиваете, ну, естественно. Ну, я тебя не душу же, чего ты с ума сходишь. И вот она, еремная вена. Помощник один держит, другой натягивает. Ветеринар, или там вам надо будет поставить укол. Давай иглу. Берет иглу. Кожа у кос мягкая, такая же, как и у лошадей. Это значит, что, в отличие от коров, у которых движение, чтобы взять кровь, вот такое. То есть у них толстая кожа, у них так вот так шик делается. У овец, кос и лошадей тонкая кожа. И вкол не нужно вот такую силу, как бы. Вот так вот. Мягко, тихонечко. В общем, заправили ушко вот сюда. Сейчас. Вот она, вена, ее очень хорошо видно. Вот она. Очень хорошо видно. Как у лошадей. Это значит, медленное втыкание иглы параллельно, как бы, мышцам. Вот так вот идет вкол. А это быстро. И наверх. Крепко и быстро. Переходим вниз, отпускаю. Поводок. И все, кровь пошла. Очень хорошо видно вену. Чтобы ввести препарат, следовательно, вот здесь вот будет видно. Вот набрали чуть-чуть миллилитр. И обратно ввели. Я думаю, вообще все не сложно. Вот, я думаю, понятно. Я вытаскиваю иглу. Вену до сих пор видно. Вот, отпускаю. Сейчас. Обработаю. Спиртом я не обрабатываю. Я уже говорила не раз, что чтобы обработать. Спиртом поверхность, это значит, надо побрить станком. Это значит, нужно обрабатывать йодом, спиртом. И после тоже держать рану как бы в чистых условиях. У нас условия полевые. И вот этот прокол уже как бы, ну, не чистый как бы прокол. Вот, смысл обрабатывать спиртом постоянно, как бы я не вижу. В общем, совсем не сложно брать кровь. Ну, это я вот сейчас показала. С такой помощью можно взять кровь и шприцом получается что-то в вену влить. Потому что, когда ты вливаешь какой-то раствор внутри вена шприцом, то сначала тебе нужно убедиться, что ты в вене. То есть поршни надо на себя натянуть и понять, есть ли там кровь или нет. Что-то у нас драка там. Вот, мы хотели вторую козу взять кровь. Но сейчас не будем. Думаю, этого достаточно. Потому что мы, пока козла мы угомоняли, то есть мы его не стали валить, стоя стали брать кровь, пока мы его угомонили, потому что он вообще это не хотел. Мы замерзли. Поэтому я думаю, что можно будет снять с другой козой, более буйной, видео, как ставить капельницу. То есть как ставить систему козе. Потому что многие не умеют и ставят подкожно. Но иногда очень много надо раствора влить, и подкожно как бы не совсем хорошо. И вот, наверное, покажем мы другое видео на козе, более буйной, уже капельницу. То есть мы прямо ее зафиксируем нормально так. Вот и все. Надеюсь, это видео кому-то пригодится. Мне кажется, довольно просто все это было. И любой сможет это сделать. Но мне так показалось. Вот. Так что, всем пока. До свидания. До свидания. Продолжение следует...